Музыка Школа в гостях у школы. Так называется проект, начало которому было положено в этом году. 27 января в Буй приезжали на ознакомительную экскурсию учащиеся 8 класса антроповской средней школы. В сопровождении классного руководителя Анны Владимировны Козловой и учителя изобразительного искусства Светланы Анатольевны Зайцевой. Буявляне, как и полагается радушным хозяевам, встретили гостей хлебом с солью. Первым пунктом посещения в нашем городе стал хлебозавод «Вектор». Ребят здесь встретил директор завода Сергей Владимирович Наливалкин. Сопровождали ребят буйские школьники, учащиеся школы номер один. 9 класс разделился на группы, чтобы быть с гостями по несколько человек на разных объектах в Буе. Одним словом, были волонтерами. Идея проекта принадлежит педагогам, бывшим однокашникам по пединституту, Роману Васильевичу Седых и Анне Владимировне Козловой. Именно им пришла в голову мысль о том, что можно познакомить школьников из разных районов Костромской области и не только познакомить друг с другом, но и расширить их кругозор знаниями о том, чем живут земляки по соседству. Ребятам из Антропова предоставили возможность узнать и о городе Буе. Экскурс был составлен с учетом познавательного, профориентационного и патриотического направлений. На хлебозаводе «Вектор» ребятам рассказали об истории завода, о том, что он является современным последователем хлебопекарни, об ассортименте и техническом оснащении производства, об участии и победах в конкурсах. Школьники побывали в цехах, где пекут хлеб, хлебобулочные изделия. Посетили склад, упаковочный цех, так называемую экспедицию, откуда готовая продукция разводится по торговым точкам. Ребята делились своими впечатлениями, рассказывали и о том, что ожидали от поездки. Узнать много нового, испытать новые эмоции, получить какие-то впечатления интересные, возможно. А положительных эмоций? Много нового узнаем и много впечатлений получим. Много интересного узнам. Ожидания стали осуществляться и превращаться в положительные эмоции, так что впечатления их превзошли. Как изготавливается хлеб, производство хлеба и всяких производственных штук? Вы видели это все вживую. Как выглядят приборы всякие разные для изготовления хлеба. Что понравилось больше всего? Наверное, работа женщин. Да, они не устают, им интересно, видно что-то в глазах. Как печется хлеб, пироги всякие. При какой температуре, что туда ложат и саму конструкцию? Я вообще узнала много нового, как производят, все, как заворачиваться, куда отправляют. Какое самое яркое впечатление от первой экскурсии у вас? Самое яркое, что вы выпадете всем? То, что производство такое большое. Когда мы пошли на второй этаж, было ощущение, что вдруг мы упадем, потом увидели то, что сверху находится и большое впечатление получили. Спасибо большое, что нас приняли, было очень приятно и вкусно. Экскурсия завершилась чайпитием со свежей выпечкой. Буйские школьники, уже знакомые с хлебозаводом, также поделились впечатлениями. Ну, мы ожидаем хороших знакомств, отлично проведенного времени, деловых каких-то, возможно, знакомств с обязательствами и без обязательств. Нам обещали совместные проекты какие-то делать, вот. Будем надеяться на продолжение. Мне очень понравился хлебозавод «Вектор». Тут очень хорошо, есть два цеха, маленький и большой. Там продают очень такую вкусную, ароматную выпечку, и все мне понравилось. Также нам давали булочки и хлеб. Хлеб очень такой мягкий, ароматный, вкусный. А булочки тоже очень вкусные, были они с повидлом. А также нам давали еще выпечку рулет. Рулет был очень хороший и вкусненький. Спасибо предприятию за проведенную экскурсию, за теплый прием, за вкусный чай с пирожками, рулетом и хлебом. Всем очень все понравилось, все довольны, все сыты. После посещения хлебозавода «Вектор» ребята направились в школу номер один. Экскурсия началась прямо на крыльце школы, в которой в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь номер 3028, о чем свидетельствует мемориальная доска. Еще три памятных знака у входа в учреждение повествуют о том, что здесь учились три героя Советского Союза Олег Иолевич Кокушкин, Алексей Ефимович Белов и Алексей Дмитриевич Зайцев. Об истории школы гостям рассказала директор школьного музея, учитель истории Виктория Михайловна Александрова. Знакомство с первой школой продолжилось в самом музее. К повествованию присоединились завуч по воспитательной работе учитель истории Мария Михайловна Тарасова и учащиеся школы. После рассказа ребята посмотрели музейные стенды, ознакомились с экспонатами и оставили в книге для гостей свой отзыв. Это было очень интересно. Это были, можно сказать, новые эмоции. Так что было очень захватывающе. Мне тоже очень понравилось, как проводили экскурсию, показывали экспонаты. Тоже что-то новое, новое впечатление. Сегодня 27 января день снятия блокады Ленинграда. И это очень символично, что именно в этот день мы оказались на экскурсии в музее школы номер один в городе Буй. Мы гордимся героями Великой Отечественной войны. И спасибо им большое за мир на небо над нашей головой. Мне очень понравилось в комнате боевой славы в музее Буйской школы номер один. Тут интересные экспонаты, очень символично. Есть экспонаты как сейчас современных военных сил, так и советских военных. Очень интересные экспонаты тем, что некоторые выкопаны археологами и предоставлены этому музею. Так что мы можем видеть старину, раньше быт, который был на войне. Мне очень понравилось. Спасибо тем, кто нам рассказывал и проводил экскурсию. Мне было интересно побывать на этой экскурсии. Я узнала много нового о героях Великой Отечественной войны. И то, что сегодня знаменательный день, то, что 27 января произошло снятие блокады Ленинграда. Это очень важное, значимое событие в истории. Тяжелые времена. Спасибо нашим родственникам, предкам за эту возможность жить и радоваться. Сегодня, 27 января, наша антроповская школа приехала в гости к Буйской школе номер один. И учащиеся нашего класса, 8-го Б, побывали в музее боевой славы этой школы. Действительно, беседа учеников и учителей, которые здесь работают, очень понравилась моим учащим. Я, как классный руководитель, благодарна за такую беседу. Дети, которые выступали в Буйске, видно патриотизм в глазах у них. Очень здорово, что дети могут работать в таком музее, проводить экскурсии для детей других школ. И действительно, очень символично, что мы приехали именно в день снятия блокады. И вот своим посещением вот этого музея мы еще раз помянули память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, 27 января 2022 года, мы начали реализовывать совместно с антроповской средней школой проект в рамках социального партнерства «Школа в гостях у школы». Сегодня у нас побывали в гостях обучающиеся 8 класса, которые посетили наш музей, комнату боевой славы. Члены ДВУ «Победа» провели экскурсии по нашему музею, рассказали им об экспонатах, которые здесь есть, рассказали о исследовательских работах. Ну и, конечно, очень символично то, что сегодня, в день снятия блокады, мы почтили память погибших воинов, детей войны в годы Великой Отечественной войны. Ну и, что очень отрадно, в рамках данного проекта учащиеся наши школы сопровождают учеников антроповской средней школы в экскурсионной поездке по нашему славному городу Бою. При этом соблюдаются все нормы санитарной безопасности. Антроповские гости познакомились и с самим городом Буем, совершив пешеходную экскурсию по центру города. Эта часть поездки и ознакомления с Буем была возложена на Буйский краеведческий музей имени Тамары Васильевны Ольховик. Школьников и их педагогов встретили директор музея Надежда Анатольевна Шмидт и старший научный сотрудник Елена Юрьевна Слепчук, которая и провела экскурсию по красивому зимнему городскому центру. По центральной площади и парку Стрелка на месте основания Буя. И рассказала о памятниках и зданиях. Интересен тот факт, что именно во время посещения нашего города гостями из Андропова в Буйском музее открылась выставка антроповского художника Александра Геннадьевича Смирнова. И этот факт не может не радовать, ведь у соседей по региону и должны быть добрососедские отношения, культурные и образовательные связи. Мы сегодня принимали группу юных туристов, это школьники из антроповской средней школы. Вообще очень приятно, интерес к нашему городу, интерес к истории. Мы им сразу предложили пешеходную экскурсию по городу, а не первый раз в нашем городе. И чтобы у них возник образ нашего старинного города, это, конечно, исторические центры. Экскурсия прошла успешно, вызвала интерес у ребят, и экскурсовод Елена Юрьевна осталась очень довольна нашими гостями. Вообще самая идея школы в гостях у школы – это идея не новая. В советской пионере это всегда был отряд в гостях у отряда. И молодцы педагоги, что несмотря на сложность ситуации, которая все ограничения увеличится, они все-таки нашли возможность, вот этот небольшой коридорчик, чтобы привезти ребят посмотреть наш город. Он хороший у нас и зимой тоже. Буйская сторона организаторов встречи, а именно Роман Васильевич Сыдых, не только учитель. Он некоторое время работал на телевидении. И сейчас продолжают сотрудничество с местными СМИ. Такой интересный проект, как «Школа в гостях у школы», не остался без журналистского внимания. Гостей сопровождала съемочная группа «ТВ-21 Буй». Для антроповцев была организована экскурсия на медиагруппу «Вариант». Редактор русской радио «Буй» Владислав Владимирович Румянцев рассказал гостям о работе радио, телевидения и газеты «Буй сегодня». Арина, расскажи, пожалуйста, сегодня как проходил твой день, с чего все началось? Мы выехали из нашего поселка Антропово, потом приехали в «Буй» и пошли на кондический завод «Вектор». Посмотрели производство хлеба, там всяких пирожков, тортиков. Нас напоили вкусным чаем и вкусными как раз изготовлениями. Потом мы поехали в школу, в музей. Нам там и ребята из «Буйской школы» порассказывали, и сами учителя. Потом мы походили по центру города, нам рассказали о городе, о самом было очень интересно. И потом мы пришли сюда. Мне больше всего здесь понравилось, потому что меня это интересует, мне это очень поможет по проекту в школе. Ну как настроение-то вообще под конец дня? Под конец очень хорошее. А сиды остались? Нет, устала, но было интересно все-таки. Скажи, а как реагируют твои сверстники, ребят, с которыми мы сюда приехали? Ну, многим тоже понравилось. Многие, мне кажется, тоже устали. Каждому понравилось, конечно же, разное. Кому-то понравилось погулять по городу, кому-то в кондитерском, кому-то здесь. Получила бурю эмоций. Очень все понравилось. Ну что понравилось больше всего, что было интересное? Телестудия понравилась. И кондитерский завод «Вектор». Ну, сегодня день был достаточно плотный, напряженный. Как твои одноклассники реагируют на такую экскурсию? Им все нравится. В Буе побывали восьмиклассники антроповской школы. Совсем скоро перед этими школьниками, а через год они будут заканчивать девятый класс, встанет вопрос выбора профессии. Определиться с дальнейшим путем после школы будущим выпускникам помогают дни открытых дверей и профориентационные мероприятия. Такое было подготовлено Буйским областным колледжем искусств. Директор колледжа Ольга Владимировна Фелькер рассказала ребятам об условиях поступления и обучения в этом учебном заведении. А студенты под руководством преподавателей подготовили концерт, продемонстрировав тем самым то, чему здесь учат и кем можно стать после окончания колледжа. Сегодня такая встреча, ну можно сказать, такая неожиданная, спонтанная, творческая встреча состоялась. И вот в рамках такой вот обмена такого между педагогами, между образовательными организациями Антропова и Буя, да, вообще здорово, отличная идея вот такая по взаимодействию, да, узнать в Костромской области, вообще к друг другу съездить в гости, узнать что-то интересное о населенных пунктах нашей области, да, Костромской, какие-то достопримечательности, да, ценности какие-то исторические, личности, может быть, исторические. Ну и в том числе культурные какие-то вот такие объекты, да, в том числе вот сегодня мы рады были принять ребят, учащихся первой школы девятый класс и Антроповской школы, также девятиклассников, вот, на нашей такой профориентационной встрече, где мы рассказали о том, чему мы можем научить в рамках вот образовательного процесса Буйском областном колледже искусств, потому что вот это наши потенциальные абитуриенты, ребята из девятых классов. И вообще, я думаю, что сегодня все здорово прошло, на мой взгляд, и мы даже хотели бы вот подобные мероприятия проводить для ребят из других школ, мы рады принять, будем с удовольствием, как бы здесь нам, конечно, комфортнее, потому что ребята в качестве зрителей, а мы на своей родной сцене, нам не нужно с инструментами никуда выезжать, здесь удобно и комфортно, и лучше всегда получается как-то, уютнее дома. Вот, и, ну, вообще, я думаю, что встреча полезная для ребят, много интересной информации, они бы ее нигде не получили, то есть зайдя на сухой сайт, да, где какая-то такая достаточно скупая информация, да, о поступлении, а здесь вот они сами не только смогли, да, послушать, но и посмотрели, и что-то спросили, уточнили какие-то моменты, пообщались с преподавателями сразу, может быть, кому стало интересно. Поэтому вот такой формат очень интересный получился, ну, здорово, будем продолжать в том же духе. Как рассказали гости Буя, делясь своими впечатлениями, при посещении тех или иных мест города всегда видно людей, профессионально и достойно работающих на благо своего края. И такие люди трудятся в городе Буя. Студия, звукозапись, киностудия. Мне тоже понравилось. Концерт. Пекарня очень была интересная, узнали много нового, узнали, где печется хлеб, как. Поставленные перед поездкой цели были достигнуты. Впечатление самое положительное. Антроповцы горят желанием продолжить знакомство, а Буявляне ждут их гости. Если будет возможность, то с вами приехали. Итак, мы побывали на различных предприятиях, мы побывали в школе, в музеях, в краеведческом, в Буйском музее побывали. Побывали в музыкальном училище города Буя. Детям, конечно, все очень понравилось. В рамках программы «Школа в гостях у школы» всю дорогу нас сопровождали учащиеся школы номер один. Дети подружились со своими сверстниками, скажем так. И, конечно же, эта поездка запомнится на всю школьную жизнь, будет ярким впечатлением. В то же время мы воспользовались сегодня Пушкинской картой. И будем продолжать приезжать, может быть, в ваш город, да, и сотрудничать, потому что много еще есть интересных мест, которые можно посетить. Спасибо за теплый прием буявлянам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!